Приветствую вас, дорогие друзья! Вчера вечером, то есть в понедельник, 14 марта, во время прямого эфира вечерних новостей в студии программы «Время» на первом государственном канале центрального телевидения нашего произошло чрезвычайное происшествие. Действительно, ЧП. Так, редактор Первого федерального канала РТ Марина Овсянникова, неожиданно для всех, ворвалась прямо в студию программы «Время», встала в кадр позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывающим прекратить спецоперацию России на Украине. И успела несколько там слов еще каких-то сказать. Естественно, тут же кнопочку нажали, прекратили этот эфир и поставили заранее заготовленный сюжет о влиянии санкций на российскую экономику и так далее. А ее под белые рученьки увели и увезли в полицию Останкина. Сколько она там пробыла, никто не знает, но ее там через более чем 10 часов прошло. Но ни дома не дождались, ни журналисты ее не нашли, где она была. А съездили в полицию Останкина, они говорят, ее здесь нет, ну и так далее, не знаю. Дальше дело или в Следственный комитет увезли, или в ФСБ, не знаю. Ну, в общем, Следственный комитет Российской Федерации, естественно, сейчас ведет доследственную проверку в отношении Марины Овсяниковой. А может уже на этот момент, когда я вам довожу до вашего сведения, это уже и возбудили уголовное дело, я не знаю. Сообщений пока не было. Проверяется что? Проверяется, есть ли в действиях Марины Овсяниковой состав преступления, предусмотренного статьей 207.3 Главного кодиса Российской Федерации, которая называется «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации». Я не знаю, значит, что... С одной стороны говорят, что у нее был плакат, на котором было написано лозунг, значит, о том, чтобы наши, значит, прекратили эту вооруженную спецоперацию на Украине. А с другой стороны, видите, публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил. То есть, как бы она фейк опубликовала, публично, значит, выскочив в студию, фейк с заведомо для нее ложной информацией. Информация о том, что используются... Как используются вооруженные силы Российской Федерации на территории Украины. Я не знаю, значит, было ли такое действительно на плакате написано, что можно подвести под вот это публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил. Может быть, она что-то такое там и допустила. То, что предусмотрено этой статьей, не буду говорить. Но сначала... Ну, в общем, сейчас решается вопрос, или уже возбуждено дело за распространение вот такой фейковой информации. Вот. А наказание, как вы знаете, за такие дела уже сточили буквально в последнее время. И ей сейчас грозит до 15 лет лишения свободы. Вдумайтесь, друзья, до 15 лет лишения свободы за 5 минут вот таких действий. Это страшно, конечно, это страшно. Поначалу на нее хотели только составить административный протокол, но потом, видимо, так сказать, поступил откуда надо звонок или согласовывать стали с руководством и отказались возбуждать административное дело по статье 20.3.3 Кодекса административных правонарушений по дискредитации вооруженных сил. Хотя здесь, может быть, даже больше слова дискредитация подходит, с плакатом выскочила, чем, значит, какой-то фейк на этом плакате был относительно использования наших вооруженных сил. Не знаю. Вот. И было принято решение возбудить против нее вот то уголовное дело, о котором я говорил. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации. Слово сказать, уже Екатерина Андреева, Андреевна, Екатерина Андреева, ведущая программы «Время симпатичная женщина», которую мы привыкли видеть. И, так сказать, ни одна у нее на лице жилка не дрогнет, что бы ни случилось. И она вот стала свидетельницей этого скандала. И надо сказать, что она сидела, как вам сказать, без всяких эмоций, без проявления каких бы то ни было эмоций. Хотя могла бы оглянуться, хоть там, что там за плакат, кто там сзади, что там эта женщина себе позволяет, что-то бормочет, там плакат держит. Нет, она вот проявила удивительную выдержку. Не у каждого мужчины такая бывает, а только у специально тренированных. И она журналистам на этот вопрос, как ей так удалось, значит, без эмоций перенести вот этот скандал, вспышку такую в студии. Она сказала, что у меня такая установка, что бы ни случилось, в студии, стой, как скала. Это выдержка, она сказала у меня от занятий йогой и из глубины моего сердца. В общем, стойкая, очень стойкая. И не случайно пользователи сети уже в своих высказаниях высказали слова поддержки этой ведущей, Екатерине Андреевой. она не только ни слова не проронила, но и никаких эмоций вообще не проявила, никаких движений, никаких эмоций. Ну, а где сейчас Марина Овсяникова, и что с ней, так сказать, задержана она, так сказать, арестована она, и возбуждена ли уже уголовное дело, и отпущена ли она домой, допустим, избрана ли, и какая мера пресечения, хотя бы в виде подписки не уйдет, я не знаю. Об этом пока не сообщается, умалчивается, может быть, ну, или просто я не нашел этой информации. Вот. А что касается Марина Овсяникова, то о ней известно очень мало информации. Известно, что у нее двое детишек, дождались они, так сказать, маму с работы, или, значит, ее до сих пор нет дома, я не знаю. В прошлом, ну, в студенческом своем прошлом она училась в Кубанском университете, в том же самом, в котором училась вместе с ней, собственно, училась Маргарита Симоньян. Может быть, она ее, так сказать, и вытащила в Москву, сюда, на Первый канал, я не знаю. Но сейчас, может быть, кто-то еще, чьи-то головы полетят. У нас так всегда бывает. Значит, начинают лес рубить, щепки летят, как в сталинские времена говорили, лес рубит, щепки летят. Вот. И она работала, значит, училась и работала на Краснодарском телевидении. Ну вот, что подвигло? Какие события подвигли? Что она насмотрела? Что она начиталась? Значит, какую информацию она пропустила через свою голову, сердце, так сказать, и душу? Трудно сказать. А может быть, все, ларщик просто открывается. Может быть, девушки заплатили, заплатили, миллион долларов, допустим. И она выбрала вот такой путь. Трудно сказать, значит, но я помню, если я не ошибаюсь, в свое время Песков, значит, в начале событий на Украине высказался Дмитрий Песков, вы знаете, руководитель пресс-службы президента, он высказался, потому что да каждый имеет право иметь свое мнение, значит, о событиях на Украине. Вот что-то вроде этого. Даже где-то опубликовано это было. Иначе откуда я бы об этом узнал. Ну и вот на самом деле Витя оборачивается. Ну, раз и Песков тоже мог знать, что вот следом за таким высказыванием последует изменение ужесточение законодательства и изменение законодательства уголовного даже по отношению к тем, кто что-то допустит, так сказать, какие-то вот прикры, допустим, измышления. Нет, он не мог знать, мог только догадываться, но не догадался. Но тем не менее, значит, я не думаю, чтобы Овсянникова это ссылалось на высказание Дмитрия Пескова. Я думаю, что корни лежат гораздо глубже ее поступка. И ребята, следователи из СК, подчиненные главы Следственного комитета, сумеют докопаться до истины. Ну, она видела, что творится, что забирает, так сказать, из улиц с плакатами и привлекает к административной ответственности. Я не знаю, дела уголовные, так сказать, уже пошли, или она первая ласточка будет. Точно не могу сказать. Может быть, уже и дела пошли, но она не может не знать, не могла не знать это. Все-таки пошла на такое, имея двоих детей, так сказать, имея неплохую, может быть, теплую, интересную работу. А сейчас что? Нары матросской тишины, женский корпус. Страшно, противно, но, как говорится, закон есть закон. Закон суров, а это закон. С вами был Евгений Гордеев из Смоленска. И, друзья, как я каждый раз напрягаю вас, может быть, ну вот, смотрите, у меня сегодня только я заговорил, значит, выпустил ролик о том, как отнеслась одна женщина. Она, кстати, извинилась там, Маргарита Романова, которая пыталась меня от мира от моего мира, моей доброты, милосердия отлучить. Сказала, чтоб кошек там куда-то девать, значит, надо жить свободно и так далее, от всего отказаться. но она быстро среагировала и там в комментарии своем очень сильно извиняется и даже говорит, что я вам сейчас пошлю, как в качестве компенсации, немножечко денег на содержание приюта Катаваси. Ну, слава богу, я ей там тоже в комментарии ответил, что слава богу, что вы поняли, что вы не правы, тем более извинились, но куда женщина извиняется, вы что, прощу все, все прощу, я настоящий полковник. Вот, Людмила Анатольевна П. перевела 300 рублей, Валентина Викторовна С. 200 рублей, и смотрите, Андрей Иванович Б. 500 рублей, Андрей Иванович, Валентина Викторовна, Людмила Анатольевна, это вот буквально сегодня, буквально за последние часы. Огромное вам спасибо, огромное спасибо. Да, трудное время, да, нельзя сказать, что беспросветное, есть просветы впереди, и будут, и поднимется Россия с колен, и не будет она зависеть, значит, ни от Запада, ни от кого, ни от Америки.